Привет-привет. Как меня слышно, как видно? Давайте мы с вами связь проверим для начала, чтобы уже 100% я была уверена, что все хорошо. Связь отличная, да? Спасибо большое. Ну, во-первых, рада приветствовать всех, все регионы, кто сегодня подключился. Давайте проверим. Я сама из города Чебоксара. Вы откуда? Чтобы немножечко, так скажем, нашу географию расширить, с каждым разом границы, чтобы наши все дальше и дальше уходили. Привет. Крым, Новочебоксарск, Москва, Новочебоксарск. Здорово. Очень радует, что у нас и ближайшие регионы, и совсем дальние регионы, и даже Крым с нами сегодня, Оренбург даже с нами, Нижний Новгород. Супер. Кого-то знаю лично, с кем-то знакома пока только по фамилии, потому что вижу, что растете, вижу, что идут новые результаты, и слышу как бы о вас, о вашей команде регулярно. Вдвойне приятно выступать и как-то вот делиться, наверное, даже не выступать, общаться, наверное, вот больше я скажу с вами, потому что вы в команде Саши и Светланы Арсентьевых, и мне очень хочется сказать слова благодарности вам, потому что ваши наставники очень большие лидеры, и я вижу, как они развиваются на сегодняшний момент, вижу, как эти люди сопровождают свою команду, ведут на результаты, как горят и переживают за каждого из вас. Вот, хочу сказать, вам очень повезло, что вы именно в этой команде находитесь, и здорово, что у вас есть свой собственный такой проект, который вы запустили, для тех людей, кто делает 150 баллов и более. Это очень классно, потому что вы не как все, вы особенные, и для вас специальное обучение. Ну, мне очень приятно сегодня поделиться одной из моих таких вот, наверное, любимых тем, потому что новички приходят в бизнес, регистрируют новых людей. Что же делать с новыми людьми, да, вопрос. Что же сделать с человеком, который только что присоединился в нашу команду? Сегодня будем общаться как раз на тему сопровождения, спонсирования, на тему, как повести за собой, да, на тему, как вдохновить, смотивировать на дальнейшие действия, потому что это основа основ. Одно дело человека зарегистрировать, а другое дело повести его на результаты дальше. Вот, как раз мне вот эта тема сегодня, наверное, близка, потому что появляются новые люди сейчас в команде, с которыми мы очень вплотную работаем, и я постараюсь передать свой опыт. Вы не стесняйтесь задавать вопросы в ходе нашего общения, хорошо? Договорились? Поставьте цифру 1. Я буду рада, если вы будете задавать вопросы. Много вопросов. Кто такой спонсор? Спонсор – это не тот человек, который деньгами обеспечивает, да, в кавычках. Спонсор в переводе с латыни переводится как «ручаться, давать гарантию». Это человек, который берет на себя обязательства за другого человека. Если ты спонсируешь кого-то, ты берешь на себя обязательство помочь новому партнеру создать его собственный бизнес. Спонсор – это тот, кто поддерживает новичка на его пути, помогая ему достичь успеха в нашем бизнесе. Мы работаем с вами с людьми, наш бизнес, он особенный, и поэтому здесь очень важно понимать, что в работе с человеком ты, когда его пригласил в этот бизнес, полностью несешь на все 100% ответственность за его результат. Спонсоры бывают разные. Я немножко вас насмешу в самом начале, да? Есть такое понятие – спонсоры курицы. Это категория людей, которые пригласили и все за них делают. И заказы отправляют, и регистрации за них делают, и в чаты добавляют, и скрины отправляют, что человек растет, и обзванивают вместо них, да? То есть все абсолютно человек берет на себя и отбирает, так скажем, ответственность у своих людей. Эй, спонсор курицы, да, вот мои цыплятки, вот я сейчас приду на мероприятие, сейчас для них там займу, да, пусть они придут, сядут на первый ряд. Люди все самостоятельные, люди все взрослые, люди все ответственные сами, да? И надо научиться вот тот момент такой, да, то есть вот можно бесконечно своего ребенка, он, ну, он сел за стол покушать, да, ему годик, вы его кормите, ему два года, вы до сих пор ему изложки даете, четыре года вы до сих пор ему даете, в десять лет он сядет за стол и скажет, мам, накорми, да? Вот цель воспитания ребенка – воспитать самостоятельную личность. Вот так же и здесь цель, когда вы пригласили человека в бизнес, воспитать самостоятельного лидера. Я так считаю. Есть другая категория людей – спонсоры кукушки. Ну, созвучно, да, со словом кукушка, они приглашают и оставляют на произвол судьбы того человека, которого привели. Затем другого могут пригласить и тоже про него забыть. Вот, есть такая категория людей, которым абсолютно по барабану до тех людей, вообще, кто есть у них даже в окружении, да, если им это невыгодно, они могут оставить, ну и так далее. А есть другая категория спонсоров – это орлы. Орлы – это те люди, которые сопровождают до результата, доводят до лидерства человека, дают направление и ни в коем случае не отбирают у него ответственность. Это те люди, которые, наоборот, стараются обучить навыкам. Вы знаете, как орлы обучают своих орлят летать? Оказывается, там высоко, на вершинах гор, где холодно, они создают гнезда и крупные ветки сначала, естественно, потом пух, да, выкладывается. Потом все это красиво, да, то есть и удобно, и мягко, а потом, когда орленку уже нужно вылететь из гнезда, потихонечку начинают орлы убирать пух и создавать ему дискомфортные условия. Потом начинают убирать ветки, более мягкие, плавные такие, да, и остаются вообще орленок на таких самых-самых острых, можно сказать, да, то есть на самых твердых, дискомфортных условиях. И орел выкидывает своего орленка из гнезда для того, чтобы тот научился летать. И орленок, который летит, да, вот вниз просто, вот пулей летит вниз, естественно, он сразу не взлетает, орел его где-то там возле земли подхватывает, и вот так несколько раз. Вот как научиться плавать? Залезь в воду и начни, да, делать действия. Как научиться быть наставником, спонсором? Приглашать начинаешь людей и становишься для него спонсором. Вот когда я пришла в бизнес, я была очень таким вот дотошным, наверное, в первую очередь для своего наставника, да, партнером, потому что я названивала по нескольку раз в день. У меня была куча вопросов, и я приходила на встречи заблаговременно, за полчаса до встречи, могла за час даже прийти, лишь бы не опоздать, потому что для меня это очень много значило. И, в принципе, человека, который хочет строить бизнес, его видно по действиям, его видно издалека. И вот результат наших людей, я считаю, стопроцентно зависит от наставника, в чью команду попал человек. Если люди растут, я молодец, мы себе говорим, я молодец, я хорошо поработал. Если бизнес встал в ступор, кто виноват? Люди виноваты, они не хотят. Очень часто я такую ситуацию слышу и вижу, и поэтому хочу сказать одно. Никто не виноват. Самое главное, в правильную позицию встать. Я ученик, я буду учиться, быть наставником, наставником такой команды, в которой будут расти. Я буду таким наставником, чтобы мои люди вообще меня переросли. Наш новичок приходит в бизнес, первое, что ему мешает расти, это чужое мнение. Согласны? Поставьте циферку 3, кто согласен. Что чужое мнение это то, что тормозит на первых порах. И человек думает, а что люди скажут? Я начну приглашать, а как он на меня посмотрит? А вдруг он мне так скажет, а я ему по-другому, а я вообще не знаю, что сказать. И вот самый дешевый товар, который люди покупают в мире, это дешевое, самое дешевое, это чужое мнение. Потому что от того, что кто-то там что-то подумает или кто-то там что-то скажет, у тебя в кармане не прибавится, ты случайным образом не переедешь в трехкомнатную квартиру и не начнешь ездить на Мерседесе. Это нужно понимать. И когда новички приходят в наш бизнес, а у них пока понимания такого нет, и зависимость от чужого мнения все равно играет свою роль, человек, так скажем, очень-очень сильно зависит от наставления своего наставника. Насколько спонсор будет держать связь каждый день. Насколько спонсор будет сопровождать его и делать ему какие-то, может быть, подсказки, да, давать ему инструменты, вот как раз об этом поговорим. Когда-то я прошла тренинг и заплатила за него 3,5 тысячи рублей. Этот тренинг многому меня научил. Один из пунктов вот сейчас как раз у вас на слайде, хочу поделиться. Вот этот слайд очень дорогого стоит. Ребята, обратите внимание, что хочет от нас новичок, который пришел в бизнес. Первое, четко поставьте мне задачу. Надень неделю каталог. Почему? Да потому что люди, которые привыкли работать по найму, даже студенты, даже школьники, у них есть свои задачи определенные, которые они должны выполнить. И если человек эти задачи не выполняет, естественно, он либо экзамен не сдает, да, либо зачет не получает, в итоге диплом у него горит, да, то есть и нет его, либо вообще элементарно зарплату ему не начисляют. А что не так? Итак, в нашем бизнесе то же самое. Нужно научиться четко ставить задачи. Не просто как получится. Вот напишите, пожалуйста, сейчас в чате, у кого какая цель в этом каталоге. Напишите. Вот это очень важно. Новичка нужно научить планировать для начала и показать ему как бы долгосрочно, среднесрочно и краткосрочно. Давай подумаем наперед, я говорю всегда. Что ты хочешь? Что ты хочешь от этого бизнеса? Человек говорит, я хочу там бизнес построить, стать директором. Я говорю, хорошо, когда? Она говорит, через полгода. Я говорю, ну классно. Ну просто когда ты смотришь только сейчас на уровень директора, получается ты своих людей видишь только менеджерами? Скажи, а их это устроит? Нет. Тогда я говорю, давай мы с тобой посмотрим еще, но есть на другие звания по карьерной лестнице. Золотой директор. Человек говорит, да, классно. В течение полугода это реально? Я говорю, реально, за полгода два директора вырастет, это реально. И человек говорит, когда мне что нужно делать? И мы начинаем планировать, отталкиваясь от его цели уже. И таким образом мы получаем, что в день нам нужно делать пять регистраций. Если ему в день нужно делать пять регистраций, то тут уже мозг начинает думать. Одну он берет на себя, вторую на своего бизнес-партнера рассчитывает и так далее, и так далее. Дайте мне инструменты. Какие инструменты у нас есть? Вот, пожалуйста, сейчас хочу, чтобы вы тоже немножечко мне помогли. Леша, спасибо, что ответил. Сделать результат 200 баллов. Отлично, спасибо. Какие инструменты нам нужно дать новичку нашему? Нам, людей, нужно научить двум вещам. Кто пришел, новички. 150 баллов делать и как приглашать. Вот это две самые важные вещи для новичка, чего мы должны его научить. 150 баллов. Как делать? Обязательно пройти тренинг, продвижение, который у нас проходит в нашей команде один раз в каталог. По вебинару. Либо посмотреть запись. Моя запись есть в Ютубе. Пожалуйста, посмотрите. Как делать 150 баллов. Потом, чем мы можем обеспечить еще? Набор пробников. Мы можем ему сказать, что есть такой инструмент шикарный. Набор пробников. Закажи себе 96.006. Классно. Что еще? Какие инструменты для приглашения мы можем дать? Мы можем ему доступ на сайт дать, чтобы человек зашел, шаблоны нашел, как приглашать. Посмотрел видеоматериалы, видеоуроки какие-то прошел, чтобы он понял. Есть такие фразы, есть другие, есть теплый рынок, есть холодный. Да, вот мы должны ему дать инструменты. Иначе новичок сам по себе как он стартанет. Также дайте мне возможность действия и не позволяйте мне остановиться. То есть, получается, сопровождайте меня. Держите руку на пульсе. Дышит, не дышит, дышит, не дышит. Да, ну, образно говоря, наша задача постоянно мониторить и держать связь. Как это делать, я чуть попозже расскажу. Скажите, туда ли я иду? Очень важно, потому что, когда человек движется, бывает, он с дистанции сходит. Вот поезд на рельсах едет, 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 да, и с рельса шел. Вот здесь очень важный момент, наша задача всегда быть рядом. Поэтому плотный контроль. Поэтому я всегда говорю, со всеми нашими людьми у нас должна быть хорошая дружба. Очень хорошая дружба. И обязательно каждый, как бы, каталог прошел, делать анализ. У нас есть лист самоконтроля. Очень хорошая вещь. А также чек-лист, по которому можно делать анализ. Именно по этим критериям. И контроль вести. А также пятый пункт. Вознаградите меня за результат. Вот чего хочет от нас новичок. Похвалите. Вот у меня сейчас маленькому ребенку годик. Знаете, как любит, когда ему говоришь, молодец. И прям, знаете, вот так по головке ждет, когда ему погладишь. Всем нравится, когда их хвалят. Особенно, когда это делается по существу и за определенную работу. Вот не жалеть вознаграждений. Не жалеть добрых, теплых слов. Наша задача делать признание. Признание лишним никогда не бывает. Задача научить наших людей к тому же самому, что сами мы умеем делать. Если этого не делать, то это будет превращаться примерно в следующее. Вот ванная. В ванной есть вода. Образно говоря, представьте, вот кран. Из крана течет вода и наполняется в эту ванную. В том случае, если в ванной закрыта пробка. Если пробка не закрыта, то вода будет утекать. Так вот, наш бизнес иногда похож на вот эту ванную. Когда пробка не закрыта, поток новых людей идет, а товарообороты не растут. Либо идет откат обратно, либо идет то же самое. Вот здесь очень такой интересный момент, когда нужно научить людей удерживать в своей команде. Нужно научить людей вовлекать других людей. Нужно научить людей хорошей дружбе, возможно, даже. Сопровождению хорошему. Выводить людей на результаты. Нам платят не за работу наших людей, а за нашу работу с людьми. Поговорим в течение вебинара об этом тоже. Самые важные инструменты, которые мы можем дать нашим людям сейчас для интернет-работы, это скайп. Обязательно должен быть у человека. Гугл-форму обязательно создать. Ютуб-канал. Вот поставьте, пожалуйста, циферку 7, у кого есть свой Ютуб-канал. Это очень важно, потому что вы источник для своих людей. Вы. Я понимаю, что у Саши Арсентьева есть. Отлично. Олесе Илларионову, вот большое тебе спасибо. Остальные, пожалуйста, Ютуб-канал, это такой инструмент очень шикарный. Хранилище, где будут все ваши материалы для работы, да, тоже. Поэтому используйте. Вот, допустим, сегодня эту запись вы можете выложить в своем Ютуб-канале для того, чтобы вашу команду проинформировать, кто не смог зайти, например, да. Вот, то есть вот такие вот вещи, они нужны для нашей работы. Как создать Ютуб-канал, вы можете посмотреть либо на нашем сайте, либо посмотреть элементарно в Гугле, да. То есть все сейчас элементарно просто. Электронная почта, я думаю, у каждого есть. Научиться получать информационный лист. Это очень важно. Вот кто умеет информационным листом пользоваться? Циферку 8 поставьте, пожалуйста. Заказывать, а также работать с информационным листом. Отлично. Три человека умеют. Остальным желаю научиться. Информационный лист это все-таки ваша такая, ну, ваш обзор вашего бизнеса. Это ваша бухгалтерия. Вы должны уметь работать с информационным листом. Чаты, да, обязательно для сопровождения очень нужный инструмент. И также сайты. Вот у нас есть сейчас наш коуч-сайт, который мы создали вместе с командой директоров. Пожалуйста, пользуйтесь, врывайтесь, получайте доступ. Вот когда новички только-только появились в нашей команде, и, так скажем, чтобы новые люди получили поддержку сразу, я предложила сделать скайп-планерки. Вот сейчас меня поддержали наши новые партнеры, и мы для нашей восьмой группы и девятой группы проводим вот такие скайп-планерки. Что мы там делаем? Задаем настрой на целый день, расстановку приоритетов, делаем отчет, получается, за прошедший день, и планы на сегодня, получается, обсуждаем, что у нас должно быть, акценты дня. Это очень дисциплинирует, честно скажу. Первый раз у нас сорвалась такая планерка, просто даже потому, что, ну, забыли мы, понимаете? Вот, не сразу все это вошло в дело, но на следующий день, когда уже поставили будильники, вовремя все зашли, и все состоялось. Это очень дисциплинирует всех, и меня в том числе. Ну, выводят картинку дня, на самом деле, не имитацией или бурной деятельностью мы занимаемся. Казалось бы, время-то идет, а результата нет, значит, это имитация бурной деятельности. Потому что, если нет результата, значит, все занимаются имитацией просто. Типа, я работаю, а на самом деле, что я делаю, анализ, сколько я сегодня рекрутировал, вопрос. Вот задайте себе вопрос, сколько сегодня часов я провел для своего собственного бизнеса в плане рекрутинга. Сколько часов вы сегодня рекрутировали? Вот напишите мне в чате сейчас, если вы можете, как бы, вот, ну, сказать, что вы рекрутировали сегодня, да? Напишите, один час, два часа, три часа, четыре часа. Кто сколько? Ну, вот, в принципе, понятно все становится сразу. Самое главное, быть честным с самим собой. Это очень важно. Шесть часов, полтора, два часа, три часа. Вот, спасибо. Вот анализ, анализ своих действий. Кто ходит на такие скайп-встречи, они растут. Такие можно созвоны делать по телефону. Ну, мы, мама, в декрете, и нам, в принципе, очень удобно вот так вот созваниваться. Мы с утра делаем в девять с утра. Вот, я такие скайп-созвоны записываю, как инструмент, чтобы потом можно было выкладывать, да, то есть и использовать в роли инструмента. Вот, по крайней мере, это наглядное пособие, так скажем, да. Вот, ребята, кто умеет делать запись? Запись вебинара, запись скайп-встречи. Поставьте, пожалуйста, циферку девять. Почему, как бы, говорим? Потому что раньше я тоже не умела. Но я научилась. Сейчас я умею записывать вебинары, например, и выкладывать это все туда, куда надо. Да, сначала в YouTube-канал загружать, потом эту ссылочку уже раскидываю. Можно, знаете, я как-то увидела такую картинку, мне так понравилось, стоит такой человечек под зонтиком, дождик, да, на улице, а он такой задает вопрос, а запись будет? То есть, получается, вы пришли в бизнес, и вы ждете, когда сделают запись, и вам пришлют. Хотя вы пришли в бизнес. То есть, вот, важный момент, который вроде бы мелочь, но это нужно уметь делать в наше время. Это не сложно. Вы видите сейчас на вот тоннеле, да, запись написана. Ну, у вас, наверное, там и не написано, да, я как спикер просто вижу, с левой стороны, сверху обычно, вот, просто туда нажимаешь, и вебинар записываешь. Да, вот и все. Когда вы как спикер заходите, старайтесь записывать обязательно. Ребята, еще очень важно самим выступать на вебинарах, чтобы потихонечку готовить материал, чтобы весь материал был вами записанный, от вас, чтобы вы были источником для своих людей. Вот меня мой наставник научил одному золотому правилу знать каждого человека в своей команде. До уровня директор вы обязаны знать каждого человека в своей команде, потому что мы движемся в плотной связке друг с другом. Это очень важно. Поэтому каждого знаем, обзваниваем. Если этот человек даже не вами приглашенный, ваша задача познакомиться. Вот вы к своему ребенку с какой теплотой, с каким вниманием, с какой любовью относитесь, также и к своим консультантам, и партнерам нужно относиться. С большой душой и сердцем. Хорошо? Очень важно. Важный пункт. Потому что люди приходят и чувствуют себя не в своей тарелке. Наша задача обеспечить им комфортные условия проживания в нашей команде. Какая самая важная встреча? Первая или вторая? Вот как вы считаете? Первая или вторая? Вторая. Хорошо. Обе, да? В принципе, конечно, и обе, да, я согласна. И первая, и вторая. Ну, просто, если вы провели первую встречу, а вторую вы не договорились, как бы, да, то получается такая штука, что вы зря провели первую встречу. Всегда, когда вы провели первую, нужно договориться о второй. Итак, давай мы с тобой договоримся, когда у нас будет второй созвон с тобой, когда у нас будет вторая встреча. Ну, сейчас вот я выздоровлю их, в начале недели следующей я смогу. Отлично. Я себе в ежедневник записываю прям при нем и говорю о том, что хорошо, я тогда себе запланирую и пишу, и он это видит. И, естественно, он что делает? У него вот здесь вот, да, ответственность в любом случае уже сохраняется, что да, мне нужно с Ирмой встретиться, мне нужно созвониться. Какая самая тяжелая работа? Почему мы боимся проводить встречи с людьми? Вторые, третьи, скидываем на наставника своего, просто потому что не знаем, что мы хотим получить от человека. О чем с ним говорить, как говорить, да, то есть боимся спугнуть, может быть, да, кто что говорит. Просто самое важное, это ответить себе на вопрос, что я хочу, чтобы человек начал делать после моей встречи. Вы общаетесь с новичком, который пришел в бизнес, и он всего лишь-то может быть неделю, да, то есть в этом бизнесе. Что бы вы хотели, чтобы он сделал? Вот напишите себе, у вас пришел новичок, он только пришел в бизнес, буквально пару дней, что бы вы хотели, чтобы он сделал? Наверное, многие напишут сейчас 150 баллов и каждый день по одной регистрации, да? Вот, тогда об этом с ним и нужно разговаривать. Познакомить с командой само собой. Вопрос в чем? Что я хочу, чтобы человек начал делать? У вас появился новичок, он сегодня зарегистрировался, что вы хотите, чтобы он начал делать? Согласны? Это 150 баллов и одна регистрация в день, чтобы он начал делать, да? Вот об этом и разговаривайте. Не надо этого бояться. Типа сейчас вот я скажу 150 баллов, испугну. Человек, который хочет изменить свою жизнь, он не испугается, поверьте мне. Вот сейчас у меня зарегистрировалась в нашей команде девушка, у которой четверо детей. Маленький, маленький вообще вот только что новорожденный. И мало того, она в этом каталоге полторы недели назад присоединилась, а сейчас у нее 3%, 6% и вот-вот уже 9%. В этом каталоге она сделает 9%. Наталья Сабирова, вы про нее, может быть, в чатах еще увидите, на вебинаре услышите. Человек хочет. Если человек хочет, значит, его надо развивать. Значит, его нужно навыком обучать. Это наша с вами наставническая задача. Вот первый шаг после того, как человек оформил Google форму, вы его зарегистрировали, да, то есть вы ему стартовое письмо отправили, естественно, да, он получил свои данные, он получил задание от вас изучить информацию первую, и вы делаете первый звонок. В течение первых 1-2 дня, да, мы даем срок, не больше, потому что дальше уже внимание рассеивается, желание утухает. Поэтому наша задача не отпускать новичков. Это очень важно. Первое, что мы говорим, приветствуем, представимся. Удобно ли говорить, как дела, чем занимаешься, учишься, работаешь. Успел ли ознакомиться с информацией, мы спрашиваем, да. Если все изучил, все понятно, все хорошо, значит, да, можно план составить уже. Если что-то не успел, да, то можно человеку освежить. Освежить в плане того, что для роста нам нужно делать простые действия. Во-первых, чтобы получать от товара оборота доход, 150 баллов наша задача научиться делать, и немножечко фишки, мульки, как это делать. Во-вторых, наша задача приглашать начинает. Тебе как комфортнее сейчас начать со знакомых, с незнакомых? Ну, я тебе рекомендую, конечно, со знакомых. Есть определенные шаблоны, фразы, я тебе их предоставлю. Пожалуйста, используй. Наша с тобой задача делать одну регистрацию в день. Запомните, о чем вы с людьми говорите, то люди и будут делать. Если вы будете говорить им, ну, оформи хоть какой-нибудь заказ, заказ, чтобы регистрация была бесплатной, так и будет. Люди хоть какой-нибудь заказ будут отправлять, и все. Вот установки, они изначально работают. Вы работодатель, вы даете людям возможности. Не стесняйтесь своих возможностей. Арифлейм это лучшая возможность на рынке на сегодняшний момент. Наш проект БМД это лучшая возможность для развития, для того, чтобы люди осуществляли свои мечты. Следующее. Обязательно рассказать о чатах. Без ведома человека не добавляем в чаты, потому что некоторым людям дискомфортно. Они не хотят получать столько информации. И поэтому вы говорите, можно я тебя добавлю в чат? Ты будешь в курсе всех последних новостей. Тебе будут сообщения приходить в этот чат по поводу всех вебинаров, по поводу, как сейчас, каким методом мы работаем. Люди будут делиться друг с другом. То есть тебе комфортно было бы? Либо, если нет, то, конечно, не стоит, да, то есть человека пока напрягать. Пусть он будет, может быть, в чате новичков для начала, где информации поменьше поступает. Наша задача какая при первом созвоне? Узнать друг друга побольше, поближе, узнать настрой человека. Дать ему понять, что он в команде, что он не один. И обязательно, обязательно договориться о следующем, да, то есть созвоне, когда это будет. Можно звонки делать по телефону, можно по скайпу. Чаще всего я делаю по телефону, потому что ребенок мне просто не дает сидеть за компьютером. Он меня оттаскивает оттуда вместе с компьютером. Поэтому я это делаю чаще всего по телефону. Вы можете делать так, как вам это удобно. Видите, какой у нас классный бизнес. Мы можем и так, и так работать. Второй шаг. Следующий созвон. Как дела, обязательно. Что заинтересовало в проекте. Вот этот вот момент, как бы, где вы и при первом созвоне, конечно, можете это, да, то есть зацепить. Что человек хочет вообще добиться. То есть потому что 95% успеха человека будет зависеть от ответа на вопрос зачем. Зачем ему этот бизнес. Если человек будет знать ответ на этот вопрос, ты его не остановишь. Он будет как локомотив нестись. Снова, каждый раз же мы даем домашние задания. Что получается, что не получается. Тут уже он может поделиться. Он начал приглашать. Как, да, то есть что у него получается, не получается. Мы разницу можем ему ответить на вопросы, да, то есть что такое наш проект. Да, почему мы не говорим, что я приглашаю тебя в Арифлейм. Часто так спрашивают, да. Всегда рассказывайте о себе, свой опыт. Всегда, знаете, вот, чтобы приблизиться, да, я тебя понимаю. Когда я начинала, у меня так же было. То есть, да, вот это очень важно. Встать на одну волну с человеком. Показать перспективы. Может быть, вы 8 видов заработка покажете человеку. Это важно. Снова, да, мы снова говорим о том, что преимущество 150 баллов именно с wellness, как я это могу показать, да. То есть, как я это делаю. Как мы приглашаем. Последняя регистрация, как я сделала, могу рассказать, да. Снова дать домашнее задание человеку в плане 101 желания. Потому что у многих людей просто в голове хранится, вот это хранилище, да. Наша задача, чтобы человек раскрылся, раскрыл свой потенциал. Показываем ему какие-то квалификационные сетки. Может быть, на Болгарию, на банкет директоров план можно построить здесь. Вот. И очень важно именно помочь человеку составить план на один день. Если вы научите человека планировать на один день, это будет очень грамотный специалист в вашей команде. На второй встрече обычно, да, о чем я говорю. Мне очень важно выяснить, зачем человек пришел, и я делаю упражнение, что имею, что хочу, когда и как. Так, поставьте, пожалуйста, циферку 10, кто делает это упражнение со своими новыми партнерами и со своей ключевой командой. Циферку 10. Могу сказать, вот я это упражнение делаю и по скайпу, и даже по телефону умудряюсь делать это упражнение. Почему это важно? Если человек поделится с вами своей мечтой, он останется с вами навсегда. Вы сблизитесь надолго, на всю жизнь. Это очень важно. Учимся мечтать вместе. Да, и самим тоже полезно сделать это упражнение. Ребята, не бойтесь общаться о мечтах. Есть такое замечательное пособие для нас, да, то есть в нашем бизнесе. Александр Бухтияров. Система мотивационного рекрутирования. Почитайте, пожалуйста, эту книгу. Система мотивационного рекрутирования. Я обязательно эту книгу рекомендую всем, у кого начинает строиться команда, потому что беседовать с людьми нам нужно, иначе с вашими людьми будет кто-то другой беседовать и какую-то ненужную информацию давать, хламом заселять вот эту голову свежую, светлую, понимаете? Потому что люди, ну как сказать, они хотят друг с другом общаться. И в любом случае ваш новичок с кем-то пообщается. Либо кто-то ему крылья обрежет, да, и какой-нибудь мусор в голову, хлам какой-нибудь закинет. Либо вы будете целенаправленно развивать человека и прокачивать на лидерство, на мечты, на перспективы, на будущее. Это очень важно. Не бойтесь разговаривать о мечтах. Раньше я очень боялась. Я думала, ну как на меня человек посмотрит, а вдруг он, там, я не знаю, ну не поймет того, что я вот так вот залезаю в что-то интимное, да, это же все-таки его сокровенные мечты. Ничего, ребят, все нормально. Люди воспринимают, они включаются в разговор. Иногда бывает такое, что люди злятся. Это тоже нормально. Если человек во время вашего разговора проявляет какие-то эмоции, либо смех, либо слезы, все нормально, значит, все идет по плану. Третий шаг. Знакомство со спонсором. Очень важно своего новичка вытаскивать на встречи с наставником, потому что у наставника есть результат, есть опыт, есть убежденность. Ваш наставник, он, так скажем, уже умеет выстраивать большие команды, и поэтому наша задача с наставником на встречу вытащить, в том случае, если человек делает какие-то функциональные обязанности уже свои. 150 баллов, может быть, уже начал рекрутировать, обучается, заходит на вебинары, у него не получается, а может, наоборот, у него получается, и он уже три человека пригласил, да? Задает вопросы, обязательно знакомьтесь с наставником, завязывайте на наставника. Такие встречи два на один гораздо эффективнее, чем встречи один на один. Всегда говорю, добавляйте в друзья, ВКонтакте, да, ссылки своих наставников скидывайте. Пусть ваши новички пишут наставникам, привет, я из команды, там, Александра Арсеньева, добавь меня, пожалуйста, да? Я хочу тоже дружить, общаться, там, развиваться и так далее. Учите своих людей, потому что ваш новичок, глядя на какие-то материалы, допустим, там, со страницы вашего наставника, будет тоже созревать. Если это мама в декрете, может быть, я буду полезна этому человеку. Если это взрослый человек, да, то, может быть, очень важно, там, показать страничку Алины Гавриловой, там, Светланы Арсеньевой, Зои, там, Валентины и так далее. Просто очень важно это делать, обязательно добавлять друзья. И нужно понимать, что все 100% не будут лидерами. 80% людей, кто к нам придет в команду, это будут потребители. 10% продавцы, 5% буддисты, которые будут вам обещать, что с понедельника начну, но так и почему-то не начнут. Вот, и 5% это будут настоящие лидеры. Вот, очень важно, чтобы люди созревали давать им информацию. Сами по себе люди не растут. Знают ли ваши люди, смотрели ли они «Секреты миллионера» Алексея Луконина, БСД, БСК, БСД Эдуарда Васильева, бизнес за 45 минут. Потому что, если человек от вас не получает информацию, то он будет получать эту информацию от кого угодно. Рекомендация, конечно, вести чаты, вести чаты по тематике, например, да, вот, чат новичков. Обычно, что мы туда закидываем? Добро пожаловать в нашу команду. Мы всегда рады новым партнерам, желаем успехов, серьезного, многомиллионного бизнеса. Это чат для новичков. Как только ты разместишь заказ, мы сразу переведем тебя в партнерский чат. Напоминаю, у тебя бесплатная регистрация, если в течение 24 часов, то есть, ну, я уже знаю время, да, ты разместишь любой заказ, также получишь подарки по стартовой программе, это очень выгодно. Скидываю картинку со стартовой, давай знакомиться, расскажи, пожалуйста, о себе немножко, кто ты на данный момент до прихода проект, почему ты присоединилась и какие у тебя цели, да. И тут новички поддерживают друг друга. Мы этот чат постоянно, так скажем, гидоизменяем, потому что у нас люди оттуда перетрансформируются, переходят в другой чат, да. То есть, вот вы видите, Ермочка Егорова исключила Татьяну Алексееву и пишу. Татьяна с разряда новичок перешла в партнеры, и теперь она в другом чате, да, чтобы некоторым другим было тоже внутри. А что это я сижу, я тоже хочу в другой чат, что это я в чате новичков, да, то есть, нахожусь. То есть, вот этот вот момент вызвать. Вот, добро пожаловать, знакомимся, как я уже сказала, и мы помогаем раскручивать чаты нашим новым партнерам, которые создали свои чаты. То есть, мы там тоже присутствуем, помогаем в раскрутке чатов. Вот, при знакомстве с новыми партнерами все очень просто. Привет, приятно познакомиться, я тоже твой информационный наставник, который будет тебе помогать в работе. Если есть вопросы, можешь задавать мне тоже. И YouTube-канал можно скинуть, да, и задать человеку вопрос. У тебя есть вопросы по работе сейчас? Мы работаем в одну ветку сейчас, да. Это очень важный момент, потому что, когда мы начали строить год назад вот этим вот методом бизнес, не все сразу, так скажем, поняли, да, то есть, вот этот момент. Я отдаю самых лучших людей в глубину. Во-первых, это меня дисциплинирует работать с этой глубиной, потому что я гарантирую успех, да, своим людям. Во-вторых, таким образом быстрее получается. Цель какая? Стать директором, вывести первую ветку быстрее на 22%. Цель не самому выйти на 22%, цель вывести, выродить, родить, я не знаю, создать, воспитать первую 22% группу. Вот она цель. Цель не самому выйти на 22%, а вырастить 22% ветку в своей группе. Вот это очень важно. И здесь нет такого, что, типа, Юля пригласила Сашу, а я пригласила Олю, да, и Юля теперь с Олей не работает, потому что же это Ирма пригласила. Типа, это твой человек. Не надо делить людей. Это твой, это мой, это наш, это вообще не наш, да, то есть, все, что есть в команде, это все твое. Все твое. Научитесь выстраивать правильно, да, взаимоотношения. Вообще, очень важно понимать, что одной веткой не имеет смысла развиваться в этом бизнесе. И нужно в любом случае взять вторую, и это классно. Если с первой веткой тебе помогает развиваться наставник, и твой спонсор, он помогает рекрутировать в эту ветку полностью, да, то есть до тех пор, пока он не найдет двух бизнес-партнеров с его подачи, которые самостоятельно рекрутируют. Вторую ветку ты берешь только в том случае, если в первой ты со своей подачи нашел двух серьезных бизнес-партнеров, которые развивают бизнес, и у них проходит в 2-3 дня одна регистрация хотя бы, чтобы бизнес не встал на колеса. Да, очень важно. Вторую ветку мы берем только с уровня менеджер, с уровня 9 и выше. В том случае, если у тебя в первой ветке с твоей подачей есть два серьезных бизнес-партнера. Вот это очень важно. Это очень важно. И вот таким вот методом стать золотым директором можно очень быстро. Ребята, вот цель за первые полгода даже стать золотым директором. Открыть эту квалификацию за первые полгода. И люди это делают. И сегодня на лидерской школе я вам это тоже расскажу. В принципе, знакомство, вот смс-рассылка, да, и сопровождение очень все просто делается. Здравствуйте, меня зовут Ирма, я ваш информационный помощник. Это если я не знаю человека, я представляю. Если я знаю, я пишу, поздравляю, сегодня в твоем интернет-магазине плюс 2 человека. Желаю дальнейших успехов. Вот у нас это выглядит вот так. Вот недавно тоже делала рассылку. Ирина, привет, думаю, будет интересно, как идет у тебя рост бизнеса. В этом каталоге будет новый результат. Сейчас у тебя 300 баллов. И, кстати, вот эта девушка сейчас вышла на 9%. У нее не просто 300 баллов уже, да, то есть потом термины, вы видите, да, тоже она вышла на 9%. Жанна Чернова тоже вышла на 9%. Я всегда отправляю скрины. Сейчас я это делаю более активно, чем даже делала раньше. Я делаю чуть ли не каждый день, потому что ситуация меняется в бизнесе. И вы знаете, когда вот сегодня я отправила один из скринов, девушка мне звонит и говорит, правда что ли, а что мне надо делать, а вот на вебинар как мне зайти. И понимаете, мне не надо уговаривать человека развиваться. Человеку самому интересно, потому что он получает отчет о бизнесе. Вспомните себя. Когда вы в последний раз делали вот такой вот отчет для своих людей, как у них идет развитие. Это нужно делать регулярно. Один человек присоединился, второй присоединился. Делайте по всей цепочке. Это ваш бизнес. Не надо, вот знаете, есть такое понятие, все, дальше ответственность скидывать не на кого. Если это твой бизнес, дальше ответственность скидывать не на кого. Бери сам и делай. Полюби людей, познакомься с ними и вперед. Критерии бизнес-партнера для нас вы знаете какие. 150 баллов первые два дня действия каталога. Это очень важно. Почему у многих не получается построить этот бизнес? Я вам отвечу на этот вопрос. Только даже потому, что они этот критерий не делают. Они делают в последний день. Вот у них и не прет. Расскажу вам другую историю. Кристина Осипова. Сейчас у нее почти 7 тысяч баллов уже. У нее культура делать 150 баллов в первые два дня. В первую неделю основная масса все отправляют. Понимаете? А остальные уже добирают оставшиеся. То есть чуть позже уже. Те, кто присоединились и так далее. Одна регистрация в день. Критерий. Посещать все. Быть активным в чатах. Выставлять скрины своих 150 баллов. Переписки договоренностей на скайп-встречи и так далее. Чтобы разбудоражить всех остальных своей активностью. Вот такой вот. В принципе, вот как мы проводим. То есть все очень просто. Когда провели скайп-собеседование или встречу. Может быть живую. Или по телефону презентацию. Следом мы скидываем гугл форму. Добавляем человека в наш обучающий сайт. БМД 21 Team. Который. Третье мы добавляем в чаты. По интересам уже. Либо в чат новичков. Может чат по продукции. По wellness. Может быть сразу в бизнес-партнеры можно добавить человека. Потому что он разместил заказ. Связываемся с человеком в течение двух дней. Это золотое правило. Либо на следующий же день. Делаем все для того, чтобы связаться. Обязательно обсуждаем все вопросы, которые у человека есть. Находим точки пересечения. Стараемся дружить. С людьми важно дружить. Научитесь нравиться людям. Вывод очень простой. Чтобы быть спонсором, не просто нужно подписать человека и надеяться, когда он там добьется успеха. Чтобы быть спонсором, нужно взять ответственность за своего новичка. Потому что без вас ваш новичок сам по себе не вырастет. Время, внимание это то, что вы вкладываете в людей. Но если вы нашли человека, который хочет, вцепитесь в него, помогите ему сделать результат. А если пока не нашли, то ищите. Вот это очень важно. Один раз вложенное время своего человека вас всю жизнь потом накормит. Научите людей лидерству. Научите людей навыкам. Сами по себе люди не вырастут. Научите их. Я желаю каждому из вас стать супер наставником для большой команды. Моя мечта такая. Бриллиант бриллиантов. Чтобы в нашей команде появлялись бриллиантовые директора. Я точно знаю. В вашей команде есть потенциальные бриллиантовые. Есть потенциальные президенты даже. Я в это верю. Во что веришь, то и получаешь в жизни. Огромное спасибо каждому из вас за сегодняшнее общение. Мне было с вами очень и полезно, и приятно. И я думаю, если будет какая-то обратная связь, это тоже будет очень хорошо. Никого не заставляю. Просто если чувствуете, что что-то хочется сказать, скажите. Хорошо? Спасибо большое за то, что вы сегодня были. Вы лучшие. Помните об этом. И всегда будьте лучшими. Всегда будьте одними из самых-самых. Станьте поводом для гордости. Чтобы Саша Арсентьев вами гордился. До встречи на вебинаре в 20 часов. Обнимаю, целую. Большое спасибо.